Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Какая участь ждет дьявола? Вот и участь этого врага Божьего беспокоит наших зрителей, слушателей. Плохо это или хорошо? Ну, скажем так, это нормально для того, кто стремится сформировать в себе догматическое сознание в соответствии с учением Церкви, поскольку, если Церковь учит и о бытии бесплотных сил, духов, Богом сотворенных в начале сотворения мира, то и падшие из них виновники и человеческого грехопадения, и многих других грехов, к которым располагается человек, впрочем, не без своей вины, не без своей воли, ибо нет греха непроизвольного. Так вот, активным участником, таким образом, жизни нашей земной являются падшие духи, бесы, которые, некогда находясь под предводительством Деницы, высшего и совершеннейшего из бесплотных сил, вслед за ним, отпали, впрочем, добровольно от послушания Богу и явились уже противниками Божьими, и их бытие есть последовательное отпадение, движение от Бога, всякое противление Ему. Их бытие таинственное, нам о нем известно, прежде всего, из Священного Писания, ну и из личного опыта жизни. Святоотеческие повествования о противостоянии духом тьмы также бесценны для всякого христианина, ибо обнаруживают замыслы его, в чем еще и апостол говорит нам, небезызвестны замыслы дьявола. Наиболее благонадежные свидетельства о бытии злых духов находим мы на страницах Святого Евангелия, где сам Господь в притчах своих обнаруживает действия дьявола, где впрямую враг рода человеческого дерзает противостоять Сыну Божью, искушая его в пустыне и в других обстоятельствах, являя рыло свое, иногда, впрочем, трепетно боящиеся Бога, как в случае с Гадаримским бесноватым, где легион бесов умолял Христа не посылать их в бездну, но еще позволить покуролесить здесь с тварным миром. Какова же их участь в этом вопрос состоит? Господь, промышляющий о мире, то есть не то, чтобы его однажды сотворивший и потом отшедший в сторону, а сохраняющий постоянное свое присутствие в мире, поддержку его бытия и с точки зрения продолжения жизни, и с точки зрения вечного спасения, которое является целью жизни. Так вот, Бог и о этих падших духах имеет определенный промысл. В чем же он состоит? Прежде всего в том, что им попущено действовать в соответствии с их злобой, и Господь несовершенно устраняет их из бытия, но допускает продолжение их существования. Зачем? Для испытания. Человеку остается небесполезным эта вражда, ибо как раз в ней он и укрепляется. Как говорил один святой, когда спрашивали его, кто тебя научил непрестанной молитве Иисусовой, ибо сейчас оскудили учителя, говорит, бесы, как так, разве бесы молитвы учат? Конечно, они все приступали со своими искушениями, а я против них все взывал ко Господу, так и навык непрестанной молитве Иисусовой. И вот в жизни всякого из нас те прилоги вражей, те нахождения иногда страстей, ожидающие нашего к ним произволения, сочувствия, увлечения ими свершаются по козням этих самых падших духов, и только тот, кто отвергает их бытие, становится легкой игрушкой в их руках. Второе. Кроме того, что Бог попускает их существование и продолжение их бытия, он, тем не менее, ограничивает своим промыслом и их злобу, по свидетельству преподобного Серафима Саровского, той ненависти к Богу и к его миру, которая распирает даже самого маленького бесенка достаточно для того, чтобы перевернуть весь мир. Но сам Бог своим промыслом ограничивает действия их злобы и на каждого человека в отдельности, и на мир в целом, сообразуясь с той мерой пользы, которая эта агрессивная среда демоническая может нанести в человеческий род. Это мера яда, которая оказывается ограниченной той пользой, которую разумный человек, желающий спастись, будет воспринимать. Потому бесы делают не все то, что хотят, а то, что им бывает попущено Богом. Не могут они без Божьего попущения облечься в какое-нибудь зримое изображение или слуховое, или осязательное. История знает много таких примеров. Без попущения Божия. Бесы бесплотны, нет у них ни рогов, ни копыт, как у всяких бесплотных сил. Они суть духи, но духи падшие, и только по попущению Божию обретают временные маски словесные, когда слышится из людей или откуда-то снаружи святыми отцами, рыканье звериные, устрашающие, угрожающие, и богохульные звуки, и слова, и рычания, или осязательные. И такое известно в монашеской практике, в аскетической, когда некоторые святые претерпевали истязания физические по попущению Божию от бесов приносимые, но оставались при этом непоколебимыми в своем уповании на Господа. Итак, всякое проявление бесовских сил ограничено промыслом Божьим в соответствии с той пользой, которую может приобрести человек в результате сражения в этой невидимой брани. Ну и, наконец, Бог промышляет о вечной участи бесов, ибо свидетельствует Господь, что нераскаянные грешники пойдут в муку вечную и называют ее озером огненным, уготованным дьяволу и агилом его. Таким образом, от Бога уготовлена и вечная участь, это богоотступничество, богооставленность, вечная, в которую некоторых и немалочисленных людей удастся вовлечь падшим духом, что обнаружится во всей полноте уже при окончании мировой истории и при втором страшном пришествии Христовом, когда каждому желающему спастись будет оно даровано спасение, о всем непожелавшем, это участь вместе с духами тьмы в каком-то таинственном состоянии вечной богооставленности, который именуется адом. Это и есть промысел Божий о вечной участи падших духов, о чем свидетельствует нам Господь наш Иисус Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.